Более семидесятков лет в каждой семье из уст в уста передаются воспоминания о подвигах своих дедов и прадедов, участниках Великой Отечественной войны. Историческую память о героях хранят документы и фотохроники, о мужестве советских воинов, сняты фильмы, написаны книги. Каждый человек должен знать и уважать историю своей страны. Эта тема стала главным лейтмотивом интеллектуальной игры «Связь поколений», которая состоялась в Центре общественной информации Калининской АЭС в рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Одним из организаторов этого проекта стал старшеклассник Удомирской гимназии номер 3 Тимофей Титов. Он серьезно увлечен изучением истории России. Чтобы заинтересовать этим вопросом и своих сверстников, Тимофей придумал историческую игру. После усовершенствования ее формата интеллектуальный поединок объединил не только молодежь, но и представителей разных поколений, ветеранов, трудящихся школьников и студентов. Игра была посвящена первому году начала войны. Восемь команд отвечали на вопросы, некоторые заставляли задуматься даже самых эрудированных. Школьники в своих знаниях не уступали ветеранам. И, как признались, участники к встрече готовились основательно. Нам помогла победить любовь к истории, потому что, как оказалось, мы все увлекаемся историей и практически все сдаем этот предмет. И поэтому нам это близко, нам это интересно. Самым интересным вопросом для меня стал вопрос о том, как советское командование узнало о подвиге солдатов, которые воевали в Бресте. Брестская крепость – это та крепость, которая первая почувствовала на себе весь ужас, весь страх войны. И поэтому ее, безусловно, можно назвать тем местом, которое является символом героизма и патриотического духа наших прадедов. Было настолько приятно, что столько участвуют школьников и ответы школьников. Вы знаете, чувствуется подготовка, их участие. Очень огромное спасибо большое, кто организовал данный проект. И я уверена, что нужно такие продолжать проекты, еще делать встречи поколений, чтобы участвовали ветераны и участвовали школьники. Проект «Связь поколений» стал возможен благодаря совместной инициативе специалистов Управления информацией и общественных связей Калининской АЭС, педагогов Дома детского творчества, автора идей Тимофея Титова. Это начинание поддержала атомная станция, профсоюзная организация. Интеллектуальная игра, основа которой сплелась из истории горьких потерь и героических сражений во имя защиты нашей Родины, отозвалась глубоким резонансом не только среди участников проекта. Такой формат объединения поколений получил высокую оценку и на региональном уровне во время рабочего визита в Удумлю депутата Государственной Думы Юлии Сарановой. Мне очень хочется, чтобы этот проект дальше расширялся, масштабировался, потому что хочется, чтобы вот этих точек соприкосновения, вот этих связей между нами становилось больше. Ощущение сопричастности друг к другу, к тому месту, где мы живем, мне кажется, это и называется любовь к Родине, к людям, которые вокруг тебя. Это такие общие ценности, которые всегда были присущи нам, и хочется, чтобы мы сейчас их чувствовали, наверное, чуточку более ощутимыми. Организаторы проекта пообещали, что вслед за первой встречей последуют и новые, не менее интересные и познавательные. Они будут проходить не только в Удумле, а выйдут на уровень Тверской области. Не прерывать связь поколений, свято чтить и уважать историю своей страны должен каждый человек, который называет себя патриотом России. Ирина Елсукова, Юлия Хромова, Павел Якушев. Управление информацией и общественных связей Калининской АВИС.